Здарова, друзья! Сегодня я расскажу вам о самых ожидаемых играх 2024 года и не только. Усаживайтесь поудобнее, друзья, и приятного просмотра! Judas – это новая игра от Кена Левина, создателя легендарной серии игр Bioshock. Последняя часть Bioshock Infinite вышла в 2013 году. Тогда же Кен Левин сразу покинул студию и заявил о создании собственной. С 2014 года он начал создавать первые концепты своей новой самостоятельной игры. Долгие 8 лет он готовил игру к демонстрации, и вот в 2022 году состоялся официальный анонс игры Judas и ее демонстрация. Как и Bioshock, его новая игра – это экшен-шутер от первого лица в стиле стимпанк. Выглядит она довольно интересно, но и в то же время достаточно бюджетно, что неудивительно, ведь таких больших финансов, как у франшизы Bioshock, у разработчика больше нет. Но это не помешало добиться очень даже красивой картинки и заинтриговать игроков. Ведь игра в первом же трейлере продемонстрировала интересные геймплейные элементы, показала удивительный созданный игровой мир и несколько его особенностей. Упор в игре будет сделан на сюжет и геймплей. Ну а знаменитое имя разработчика дает нам уверенность в том, что игра получится очень даже хорошим проектом. Релиз игры может состояться в 2024 году, но зная Кена Левина, возможно нам придется ждать и до 2025 года, а может даже и до 2026. Так что запасаемся терпением и ждем. Вархаммер 40 тысяч Space Marine 2 Первая часть Вархаммер 40 тысяч Space Marine вышла уже в далеком 2011 году. Тогда она получила достаточно хорошие оценки, но не смогла оправдать ожидания от прибыли издателя. Поэтому на разработку сиквела добро не дали и игру надолго забыли. Но за прошедшие 10 лет игра успела стать культовой и обзавестись множеством поклонников. Да и вся вселенная Вархаммер 40 тысяч разрослась до просто каких-то невиданных ранее масштабов. Поэтому издатели решили выделить денег на создание второй части. И Space Marine 2 уже сейчас выглядит ну просто потрясающе. Уровень экшена и постановки просто великолепный. И невероятно эпичный тоже. Кровь заливает весь экран, а количество противников, которые вас атакуют, исчисляются буквально сотнями и тысячами на фоне закадровых сражений. Стрельба в игре тоже выглядит отлично. Плюс огромное количество добиваний ближнего боя с использованием меч-пилы и не только. Короче говоря, Вархаммер 40 тысяч Space Marine 2 это очень зрелищная, кровавая и просто крутейшая игра, которая выйдет уже совсем скоро, а именно в 2024 году. Это точно. Ждем. Death Stranding 2. Это продолжение самого известного в мире симулятора ходьбы. Первая часть Death Stranding вышла в 2018 году и наделала очень много шума. Она хорошо продалась, но получила очень спорные отзывы. Как критики, так и простые игроки разделились буквально на два лагеря. Половина людей хвалили игру, а другая половина была, скажем так, сильно разочарована. Ибо, несмотря на хороший сюжет, отлично проработанную созданную игровую вселенную, крутую режиссуру и множество других достоинств, большую часть игры, а игра между прочим не маленькая и на ее прохождение нужно как минимум 50, а то и 70 часов, так вот большую часть этого времени вам просто нужно было ходить с точки А в точку Б по максимально пустым и практически голым локациям. Уровень скуки в игре просто зашкаливал, и такая медитативная ходьба зашла далеко не всем. Тем не менее, как я уже сказал ранее, игра хорошо продалась, и вот уже на подходе релиза второй части. Death Stranding 2 анонсировали в 2022 году. На данный момент известно то, что Норман Ридус уже не будет главным героем в игре, а станет второстепенным персонажем. Главной же героиней теперь будет Леа Сейду. Игра обещает стать более экшеновой, в игре появится больше оружия и врагов, против которых это самое оружие можно будет применять. Также появится новый вид транспорта, но во всем остальном нам все так же нужно будет доставлять очень и очень и очень много посылок из точки А в точку Б, и попутно изучать новую часть от личной сюжетной истории Death Stranding. Предположительно, игра может выйти до конца 2024 года, но это очень маловероятно. Скорее всего, релиз игры состоится или в 2025, или даже в 2026 году. ARC Riders Это многопользовательский экшен-шутер от третьего лица с PvP-сражениями и кооперативом. Разрабатывают игру выходцы из DICE. Сеттинг игры постапокалипсис, в котором человечество оказалось на грани вымирания из-за восстания машин. Огромные роботы бродят по практически вымершей планете Земля и уничтожают выживших людей. И вот именно вы, играя за людей, будете объединяться в небольшие команды из других игроков и охотиться на этих самых огромных роботов. Убийство роботов это не единственная цель в игре. Вы также будете получать и другие задания в игровом мире. И также будете воевать против других игроков. Игру анонсировали в 2021 году. У игры уже была закрытая альфа и бета. Разработчики обещают, что игра выйдет в раннем доступе уже в 2024 году. Так что ждать осталось не так уж и долго. Подождем и скоро игра уже точно выйдет. Эвауд. Это экшен-рпг в большом открытом мире от студии Obsidian, создателей легендарной Fallout New Vegas. Как все вы и так наверняка знаете, студию Obsidian еще до покупки Bethesda выкупили Microsoft. Случилось это в 2020 году. Уже тогда Microsoft условно говоря дала задание Obsidian сделать игру, которая бы была похожа и теоретически могла бы конкурировать с The Elder Scrolls. И вот уже в 2021 году была анонсирована Эвауд. Тогда еще игра находилась на самом раннем этапе разработки. Но уже в 2023 году был показан первый полноценный геймплей игры. И объявлена условная дата релиза 2024 год. Как и ожидалось и геймплейно и функционально, игра очень и очень и очень сильно похожа на The Elder Scrolls. И это конечно же круто. Еще разработчики заявили, что сделали очень большой упор в игре на реиграбельность, а не на масштаб открытого мира. Так что нас ожидает весьма компактная, относительно короткая, но очень и очень интересная и реиграбельная экшен-рпг в большом открытом мире. Как я уже сказал ранее, релиз игры запланирован на 2024 год. Так что совсем скоро игра уже выйдет. State of Decay 3 Это кооперативный зомби экшен от третьего лица в большом открытом мире. Первая часть State of Decay вышла в 2013 году. И получила довольно средние отзывы и хорошие, но не слишком удовлетворительные продажи. State of Decay 2 вышла в 2018 году. И получила уже и отзывы очень хорошие, и продажи более чем удовлетворительные. Поэтому третья часть сразу же была запущена в разработку. Ее анонсировали в 2021 году. И сказали, что третья часть станет самым большим, масштабным, дорогим и самым амбициозным проектом студии. Все, за что вы полюбили франшизу State of Decay, в третьей части приумножится и станет лучше, сохранив при этом все работающие элементы оригиналов. Короче говоря, ожидания от игры довольно высокие. Фанаты серии точно будут рады. Релиз игры точно не состоится в 2024 году. Скорее всего, игра выйдет или в 2025, или даже в 2026 году. The Wolf Among Us 2 – A Telltale Series Это продолжение одной из лучших сюжетных игр в истории. Первая часть The Wolf Among Us вышла в 2013 году. Разработкой игры занималась студия Telltale Games. Известная множеством великолепных сюжетных игр, которые основаны на всеми известных сериалах или фильмах. В послужном списке студии есть такие шедевры, как «Ходячие мертвецы», «Стражи галактики», «Игра престолов», «Парк юрского периода», «Бэтмен» и даже «Майнкрафт». Практически все игры студии были основаны на уже известных франшизах. Но The Wolf Among Us стала первой полноценной оригинальной игрой студии. И само собой, она получилась по-особенному прекрасной. И вот когда студии Telltale Games пришел конец и было уволено практически 90% всех сотрудников, а студия рассматривала возможность полного закрытия, в этот самый ответственный и опасный момент было принято решение отказаться от игр по чужим правам на известные франшизы и больше не тратить огромные деньги на контракты. Вместо этого студия, в которой осталось совсем мало людей, решила медленно развиваться и работать над своими собственными проектами. Тогда же уже в далеком 2018 году была анонсирована The Wolf Among Us 2. И вот с тех пор нам стабильно почти каждый год показывают небольшой тизер игры, говорят, что разработка продолжается и что игра выйдет скоро. Но это скоро растянулось уже на целых 5 лет и растягивается дальше. Но это не повод грустить, ибо игра действительно создается. Но работают над ней всего несколько человек, и бюджеты у них ну просто супер минимальны. Поэтому темпы разработки такие медленные. Так что рано или поздно игра она точно выйдет. И скорее всего это случится уже в 2024 году. Beyond God and Evil 2 Первая часть этой игры вышла уже в очень далеком 2003 году. Несмотря на хорошие оценки, большим финансовым успехом игра тогда не стала. Поэтому сиквел начали разрабатывать не сразу. Только спустя годы, когда игра приобрела статус культовой, в 2008 году официально было объявлено о разработке второй части. Но так и не завершив разработку, игра была отменена и проект был закрыт. Но это не стало концом серии. Игру снова возродили в 2017 году. Тогда же был показан первый полноценный трейлер второй части. Основатель серии тогда же возглавил разработку новой части. Через год после анонса в 2018 году был уже даже показан первый полноценный рабочий геймплей. И тогда казалось, что уже в 2019 году игра точно выйдет. Но началась черная полоса разработки. Ключевой разработчик и главный директор покинули проект. За ним ушла часть других разработчиков. Поэтому проект снова оказался на стадии закрытия и отмены. Но этого так и не случилось. Глава студии был заменен. И часть концепции игры была полностью переосмыслена и переработана. С тех самых пор разработка проекта продолжается. Вот только никаких новых трейлеров за все это время нам так ни разу и не показали. Но каждый год Ubisoft официально заявляют, что разработка движется. Игра точно выйдет, ибо в нее уже было вложено много сил и ресурсов. Но пока не время для релиза. Как только игра будет готова, Ubisoft проведет полноценную демонстрацию переработанного проекта и покажет все публике. Так что Beyond God and Evil 2 точно рано или поздно выйдет. Но вот какой будет эта игра, и будет ли она иметь хоть что-то общее с той игрой, которую анонсировали в 2017 году, это уже интересный вопрос. Так что поживем, подождем и увидим. Будем надеяться, что игра выйдет в 2024 году. Если же нет, будем ждать и 2025 и 2026 года. А может даже и больше. Assassin's Creed Codename Red Это новая часть всем известной серии игр Assassin's Creed. И этим, собственно, все сказано. Стоит ли повторять золотую истину, что франшизу Assassin's Creed все любят именно за смену сеттинга и за их невероятно детально проработанные и очень масштабные открытые миры? Assassin's Creed Codename Red станет новой игрой, которая на этот раз затронет сеттинг феодальной Японии. Так что возрадуйтесь те, кто так долго ждал реализации именно этого сеттинга. Уже сейчас известно, что игра будет очень масштабной, ну как обычно, красивой само собой и детально проработанной. Надеюсь, что и сюжет в игре будет, ну хотя бы удовлетворительным. Ну а выйдет игра в конце 2024 года. Это уже точно. Детальную презентацию игры планируют провести летом. Именно тогда мы получим больше новой информации об игре и скорее всего увидим ее геймплей. Crimes on Desert. Это одиночная сюжетная экшен-рпг от третьего лица в большом, очень большом открытом мире. Изначально игру анонсировали в 2020 году. Тогда еще у игры случился весьма неоднозначный анонс. Все от увиденного трейлера игры были в полном восторге. Вот только разработчики путались в своих собственных заявлениях и говорили сначала, что у них MMORPG. Потом говорили, что это исключительно сюжетная рпг в открытом мире. Потом говорили, что игра уже в 2021 году выйдет в раннем доступе. Потом они вообще замолчали на долгие три года. И вот летом 2023 года они вернулись. Показали большую пятиминутную демонстрацию своей игры с множеством новых подробностей. На этот раз они уже уверенно заявляют, что это все-таки одиночная сюжетная экшен-рпг в открытом мире. И еще они сказали, что игра выйдет в 2024 году. И это конечно же очень круто. Игра выглядит очень многообещающе и интересно. Графика в игре отличная, а геймплей многофункциональный и мир игры действительно огромен. Рейтинг ожидания игры очень и очень высок. Так что у нее действительно гигантский потенциал на успех. Продолжение следует...